Сейчас переведу камеру на рабочий стол, и мы с вами приступим к изготовлению тюльпанчика. Если еще будут какие-то вопросы, в ходе мастер-класса я думаю, что будем на них отвечать. Так, сейчас, девочки, я переведу камеру на рабочий стол. Все, сейчас я отодвину компьютер. Так, девочки, две секунды, тут не все девчонки могут пробиться, сейчас я оставлю ссылочку. Так, все, мои хорошие, сейчас я перехожу к вам на рабочий стол. Ну, у меня вот только просьба, у меня уже пятое занятие, но заранее, девочки, пишите, когда не получаете ссылку. Я сегодня сама наблюдала такую интересную историю, получила отчет от Веры, но в программе, где у меня все отчеты, я ее отчета не вижу. Вот такой уникальный случай, естественно, я его подтвердить не могу, и, соответственно, ссылку она так вот, ну, через программу не получит. Поэтому я ссылочку высовала ей вручную, но вот такие вот уникальные случаи программирования бывают. Потому что я поняла, что может быть все, что угодно, а потом с компьютером все связано. Так, девочки. На сегодня я просила вас подготовить шесть вот таких лепестков, вот таких размеров. Цвет я разрешила выбрать на свое усмотрение, и сейчас мы будем их обрабатывать. Единственное, сразу хотела бы предупредить, я писала, ну, там, когда делала перечень всех материалов и инструментов, писала, что для тонировки, если у вас для тонирования есть пастель либо масляная, либо акваельная, тогда ею очень удобно тонировать светлые лепестки. Допустим, если вы захотите желтый тюльпанчик или розовый тюльпанчик, либо белый, тогда вот для тонировки этими способами они отлично подходят. Если вы выберете тюльпанчик темный, красный или вот такой бордовый, как у меня, тогда пастелью затонировать будет очень сложновато. Тонировка у тюльпанчика, вот обычно она идет у основания, она достаточно яркая. И вот пастель, она так ярко, на лепесток, на темный лепесток она не ляжет. Поэтому такие вот темные лепестки мы будем тонировать либо акриловой, либо масляной краской. Сегодня я вам покажу еще один способ тонирования с помощью этих красок. Таким образом мы с вами в течение этого флешмоба познакомимся с разными методами тонирования, и вы уже будете их все знать. Так, девочки, две секунды. Так, девчонки, мне уже тут пишут отзывы, и я думала, кто-то не может пройти. Спасибо вам, девочки. Не буду больше отвлекаться. Если уже кто-то не попал, уже посмотрит потом в записи. Ну, перед тем, как мы будем тонировать, мы сначала их обработаем. Для того, чтобы потом тонировочка не смазалась, и, ну, то она была красиво, красиво нанесена. Для разных цветов, для разных лепестков, вот по-разному наносится тонировка, и бывает иногда необходимо лепесточек обработать сначала до тонировки, а иногда, наоборот, лучше сначала затонировать, а потом уже обрабатывать. Мы об этом тоже будем говорить на курсе, который начнется уже на следующей неделе, когда будем тонировать, делать самый первый мастер-класс, у нас как раз будет по сложной тонировке. Девочки, нам понадобится утюг, так что можете включать и подготавливать. Я тоже включила утюжок. Я выставляю утюжок на двоечку. Вы уже смотрите по своему утюжку. Вы уже лучше знаете, на какой температуре он лучше прогревает ваш фоамиран. Нам надо, чтобы листики нагрелись достаточно хорошо, быстро, но не перегрелись, потому что потом лепестки становятся жесткие. Сейчас, девочки, я покажу пока без утюга, что мы будем делать, потому что потом я буду работать очень быстро, чтобы наш лепесток пока текл и придавать ему форму. Сейчас я покажу более медленно. Даже обойду так с другой стороны. Складываем лепесточек пополам. Вы, если посмотрите на фотографии, либо, может быть, кому-то удастся увидеть тюльпанчик вживую, то у тюльпанчиков по центру лепестка есть такая одна продольная, хорошо выраженная линия. Эту линию мы как раз придадим с помощью изгиба, когда загибаем наш лепесточек пополам. Когда мы загнули пополам уже теплый лепесток, быстренько складываем лепесточек по диагонали. То есть делаем складочки не перпендикулярно, то есть не просто так сложили гармошкой перпендикулярно, а делаем эти складочки немножечко по диагонали. У нас это будет имитация вот этих прожилочек, вот этой фактуры. У тюльпанчика как раз она идет от центральной линии и как будто поднимается вверх. Ну, девочки, если вам видно, вот таким образом я сложила нашу гармошку по диагонали. И потом мы будем ее перетирать так вот между пальчиков. Так как мы с вами перетирали листики, лепестки у нарцисса, листики для цветов. Вот видите, даже сейчас видно хорошо. Вот это вот такая фактура. Мы когда еще перетрем лепесточки, они такие будут, эти прожилочки более мелкие, более естественные и реалистичные. И вот они должны получиться не перпендикулярно к этой центральной линии, а они должны вот немножечко как будто идти вверх, как у настоящего лепестка тюльпана. Так, девчоночки, я сейчас гляну в чат, все ли вам понятно было. Галинка пишет, добрый вечер, я, как всегда, из-за работы с опозданием буду вас догонять. Ничего страшного, Галиночка, мы мастер-класс, в принципе, только начинаем. А там вступительную часть вы потом пересмотрите. У нас там было много таких организационных, интересных вопросов, касательно конкурсов и касательно бонусов для финалистов. Так что пересмотрите. А сейчас доставайте материалы и будем вместе творить. Все, девочки, теперь я прикладываю наш лепесток к кучуку. Если боитесь горячего, придерживаем с помощью зубочистки. Быстренько снимаем его с утюга. Лепесточек складываем пополам. И теперь складываем лепесточек по диагонали. Вот, сложили по диагонали. И теперь перетираем между пальчиков. Пока он теплый, он очень хорошо запомнит вот эту вот фактуру, которую мы ему сейчас передадим. Стараемся так, чтобы лепесточек при перетирании не рассыпался. И вот эта фактура сохранилась. Вот видите, девочки, лепесточек, к сожалению, темный. Может быть, не очень хорошо видно. Но я думаю, вот так вот должно быть видно. Очень аккуратно, немножечко расправляем. Делаем вот такое, как бы, небольшое углубление, такую лодочку, да, чтобы все-таки наш цветочек был немного выпуклый. Потому что у тюльпана все-таки цветочек, он достаточно такой выпуклый, да, объемный. Аккуратно делаем это, ну, слегка, чтобы полностью не повредить нашу фактуру. Вот такой получился выпуклый лепесточек. Теперь, что делаем еще дальше. У тюльпанов, ну, вот у того сорта заготовки для выкройки, которые я вам прислала, у него лепесточки, они немножечко закруглены по краю. И сейчас мы с вами тоже будем их закруглять с помощью утюга. Прикладываем краешек нашего лепестка к утюгу. Совсем краешек, девочки, ну, буквально там вот миллиметра, два, три приложили быстренько. И потом с помощью пальчиков, да, вот так вот взяли и немножечко закруглили. Вот, девочки, вам видно. Кусочек закруглили. Дальше следующий участок лепестка приложили. Немножечко его закруглили. Дальше опять приложили краешек. Опять так вот пальчиками немножечко загнули. И закруглили туда, в центр. И так по всему краю. Там, где у нас, ну, вот лепесточек более закругленный, прикладываем небольшими участками. Вот таким образом. Здесь лепесток. Вот, мы закруглили весь краешек. Ну, оставляем только основание тюльпанчика. Его закруглять уже не надо. Вот такой лепесток тюльпанчика у нас получился. Вот у него также реалистично закруглены края. Сортов тюльпанчиков очень много. Мы с вами такой будем сейчас делать тюльпанчик. Ну, такой более классический. И таким образом обрабатываем все-все лепестки. Сейчас я в чат гляну, девочки. Как вы видите, как слышите, все ли нормально. Девчоночки, если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. И будем потихонечку обрабатывать все остальные лепестки. Вкладываем лепесточек, пока он теплый пополам. Потом по диагонали в гармошку. И перетираем между пальчиков. Аккуратненько стараемся эту гармошку сохранить. Вот таким образом. Немножечко растягиваем в серединке. Делаем такой более выпуклый лепесточек. Теперь прикладываем края к кутюшку. И немножечко закругляем их к центру. Продолжение следует... Вот, еще один лепесточек у нас готов. И идем дальше. Марина спрашивала, закругляем внутрь лепестка? Да, внутрь. Так, чтобы... Ну, вот так вот смотрел. Здесь у нас будет пестик. У цветочка. Так, Ольга спрашивает, да, закругление в серединку? Да, да, девочки. Вот. Потом у нас вот здесь вот будет пестик. И вот эти закругления, они должны выйти в центр цветочка. Да, в сторону пестика. Вовнутрь закругляем. Так, девочки, двигаемся дальше. Быстренько складываем лепесточек пополам и потом по диагонали. Перетерли. Перетираем с усилием. Так стараемся, можно больше приложить усилия, чтобы лучше вот это сохранилась наша фактура. Ну и заодно лепесточек тоже истончился, стал более нежным, более реалистичным. Работаем стежком очень аккуратно. Я так уже, в принципе, более-менее наловчилась, но и то бывает иногда. Немножечко пальчики обжигаю. Вы работаете очень аккуратно. Вот таким образом закруглили еще один лепесточек. У меня это уже последний лепесточек. Быстренько складываем пополам, потом по диагонали. Девочки, пока не забыла, отзывы, если вы будете писать текстом, да, просто там же в отчетах указывайте ссылку на свою страничку, да, чтобы я посмотрела последнюю вашу работу, последнее задание. И дальше так же в текстом пишите отзыв, там же в отчетах. Это у меня такая к вам, надо сказать, и просьба, и задание. Для меня это очень важно. Чтобы я надалее так больше и больше усовершенствовала, в принципе, я смотрю, что такие мероприятия более интересные, более результативные, это самое главное. Есть результаты у девчонок. Ну и живое общение все-таки это намного интереснее и лучше, чем просто, да, вот посмотреть мастер-класс по записи. И там вот когда будешь делать, когда не будешь делать, очень часто девочки оставляют на потом, на потом. А здесь вот такой вот темп, когда вот хочешь, не хочешь, делать задание надо. И, соответственно, и результаты тогда есть тоже. Так, девочки, я свои лепестки обработала. Сейчас мы сразу еще с вами обработаем и зеленые листики. Сейчас я только гляну в чат, как у вас дела, все ли вы успеваете. Так, вопросиков пока я больше не вижу. Девочки, две секунды. А, девчонки пишут, что не могут попасть. Прямо пишут, обижаются, но это, девочки, к сожалению, не от меня зависит. Единственное, что я прошу, я всем помогу, но желательно пишите мне до начала. Так, девочки, вроде панглапу, кто хотел попасть, должны попасть. Сейчас, девочки, будем с вами обрабатывать зеленые листики. Будем обрабатывать их в технике сминания, точно так же, как мы делали, обрабатывали лепестки на предыдущих занятиях. Складываем наш цветочек в гармошку, кинуем подальше. Только вот у тюльпана листик достаточно такой объемный, поэтому и гармошка у нас такая будет достаточно объемная. Перетираем сначала среднюю часть листика. И потом его верхнюю часть. Нижнюю часть тоже так вот складываем в гармошку и перетираем. В принципе, здесь тоже усердствовать особо не надо. Листик это не лепесток. Можно, кстати, такие большие детали переменять вот с ладошками. Все, мы его перетерли, немножечко оживили. Вот такой листик тюльпана у нас получился, практически реалистичный. Можно оставить его таким образом, а можно его края тоже обработать с помощью утюга. Если вы обратите внимание, то у листьев тюльпана тоже края, они закруглены вовнутрь. Я сейчас буду прикладывать точно так же, как мы прикладывали лепесточек. Точно так же прикладываем краешек листика. И немножечко закругляем вовнутрь. И точно так же обрабатываем наш листик с другой стороны. Вот с одной стороны мы уже закруглили листик. Точно так же обрабатываем листики и с другой стороны. Приложили, закруглили, прикладываем дальше. Вот таким образом обрабатываем весь-весь листик. Все, краешек можно немножечко защитить. И делать его более остреньким. Вот такой вот живой листик у нас получился. Очень живой и реалистичный. Таким же образом обрабатываем еще второй листик. Я думаю, на тюльпанчику будет более симпатично смотреться, если у него будет как минимум два листика. Перетираем. Вот таким образом перетерлим наш листик. Немечко. Еще перемну его пальчиками. Расправляем. И точно так же обрабатываем края на утюге. Закругляем краешек. Прикладываем следующий участок. И закругляем его. Вот, с одной стороны закруглили листик наш. Теперь закругляем его с другой стороны. Все, краешек немножечко прогреваем. Закругляем еще раз. И немножечко так вот защипываем. Чтобы у нас получился... Ой, сейчас девочки руки убежали. Я их от утюга прячу. Немножечко нагрели верхушечку. Защипили пальчиком. И получили такой острый краешек. Все, девочки. И второй листик у нас тоже готов. Листики пока откладываем в стороночку. Они нам понадобятся немножечко попозже. Мы их просто обработали, пока утюг теплый. Утюжочек можете убирать. Он нам больше не понадобится. Можете пока подготовить клеевой пистолет. Пусть он нагревается. Где-то в стороночке. Сейчас мы будем тонировать наши лепестки. Сейчас я только гляну в чат. Как у вас там успехи? Вопросиков не вижу. Наверное, успехи хорошо. Это хорошо, девочки. Для тонировки я возьму листик, чтобы подложить и не запачкать поверхность стола. И сегодня я покажу, как можно затонировать камеру с помощью масляных либо акриловых красок. Я буду тонировать масляными красками, но принцип нанесения тонировки точно такой же, если вы будете тонировать акриловыми красками. Единственное, что масляная краска, она ложится более естественно. Акриловая, она дает ощущение пленочки на фоамиране. Поэтому так вот менее естественно смотрится. Ну, у акриловой краски есть большой плюс, она очень быстро высыхает. Масляная краска, она высыхает намного дольше. То есть, такая вот тонировочка, вот эти 20 я наносила раньше, и я их тонировала с двух сторон. И краска просыхает в течение даже двух суток. То есть, сохнет достаточно долго. Хотя я нанесла ее достаточно тоненьким-тоненьким слоем. Сейчас я буду наносить тонировочку только на внутренний участок лепестка. Ну, чтобы потом можно было работать и не испачкаться с другой стороны краской. Вы уже посмотрите, какой вы будете делать тюльпанчик, какой сорт. Я даже рекомендую открыть в интернете фотографию какого-то тюльпанчика. И какой вам приглянется, вы посмотрите, как у него идет тонировочка. Если это желтый тюльпан, то обычно у него тонировка вот эта у основания лепесточка. Она либо такая практически белого цвета, либо такого салатового цвета. И тоже, тонировка может быть только из внутренней части, а может быть и внутри, и снаружи у бокала тюльпана. Если это какой-то такой темный, красный, либо бордовый тюльпанчик, то мы тонируем сначала белой красочкой, делаем полосочку. И сверху черной краской, вот обычно у таких темных сортов такая вот тонировка. Вы уже смотрите по тому сорту, который вы выбрали. И бывают еще тюльпаны не однотонные. Бывает даже тонировка не только у основания, а и на всем лепесточке. Допустим, могут быть какие-то разводы. Тоже тогда наносите, ну, в соответствии с вашим сортом. Если вы тонируете акварельной пастелью, да, вот как мы тонировали вчера, не вчера, а на прошлом занятии краешек у нарцисса, вы эту тонировочку, в принципе, уже освоили. Точно так же влажной салфеткой наносите краску на тот участок, который характерен для вашего сорта. Для акриловой краски, либо масляной, понадобится небольшой кусочек губки, либо поролона, вот у меня такой кусочек старого поролона. И сейчас он отлично подойдет для тонировки. Я возьму краешек, сделаю такой более острый краешек из губки. И сначала буду наносить белую краску на наши лепестки. Можете краску выдавить где-то себе на каком-то участке, какую-то делать палитру. Ну, обычно это когда идет, ну, большая тонировочка, да, много надо тонировать лепестков, либо большая поверхность, тогда вот можно выдавливать. Когда вам надо совсем немножечко, я вот так вот чуть-чуть буквально нанесла на губку, и вот такими движениями наносим тонировку на основание нашего лепестка. Нанесла, нанесла еще на следующий лепесток. Потом мы к первому еще можем вернуться и немножечко ее растушевать. Еще немножечко нанесу краски. На последний лепесток немножко не хватило. Вот, нанесли на основание. Вот такая тонировочка обычно в виде трапеции. Ну, там как у вас будет уже получаться. Так, белую красочку убираем. И теперь будем тонировать черной краской. Берем уже другой участок нашей губки. Тоже сделаем такой вот более острый краешек. Выдавливаем небольшое количество. И наносим тонировочку чуть-чуть ниже вот белого участка, чтобы немножечко белого тонировочки оставалось проглядывать. Такая, как будто была каемочка. Бывает еще вот у красных тюльпанов не белая такая каемочка, а желтая, да, желтая и черная серединка. Вы уже будете смотреть по тому сорту, по тому тюльпанчику, который вы выбрали. Вот и все, девочки, мы с вами затонировали наши лепесточки. В идеале дать, конечно, лучше этой краске хорошо-хорошо просохнуть. Но вот масляная краска, она сохнет достаточно долго. Я сегодня уже не буду ждать. Покажу вам прямо, ну, прямо с такой немножко сыроватой краской, как вот собирать дальше цветок. Если у вас есть возможность, в принципе, можете оставить сборку цветка хотя бы до завтрашнего дня. Я поэтому специально не тонирую с обратной стороны, чтобы мне было удобнее сегодня этот цветочек собрать и не сильно измазаться в краске. Если вы работаете с акриловой краской, она сохнет достаточно быстро и, в принципе, там ждать надо совсем немножечко. Мы сейчас будем делать с вами пестик. Пока будем делать пестик, акриловая краска высохнет. И если вы тонируете пастелью акварельной, либо масляной, то тоже она подсохнет на тот момент, когда мы сделаем пестик. Лепесточки наши пока тоже откладываем в стороночку. Я сейчас гляну в чат, как у вас дела, девчонки. Станка пишет, а есть ли ватная палочка, а не губка. Станка можете попробовать, в принципе, тоже можно. Губка, она немножечко, как бы, ну, как, на мой взгляд, лучше растушевывает краску. Вот, Мариночка пишет, у меня на даче тюльпан с желто-черной серединкой. Да, это вот такой, ну, классический тюльпан, который я с детства помню. Да, раньше не было так много сортов доступно, так, чтобы можно было их увидеть. Были красные с желто-черной серединкой. Олечка пишет, у меня белый файмер, она тенять пастелью. Да, белый, в принципе, его тоже можно и акриловой, и масляной краской, ну, затонировать. Но так же хорошо и ляжет и пастель. И вот мне, например, работать с пастелью, да, и с лаженной салфеткой намного проще и интереснее, да, вот чем с масляными красками, а потом еще ждать, когда они высохнут. Но просто на темный файмеран пастель, она не ляжет. То есть она ляжет, но ее не будет хорошо видно. Поэтому я выбрала масляную краску, ну, и заодно, чтобы еще вам показать еще один способ тонировочки. Так, девчоночки, умнички, молодцы, работаете. Сейчас мы будем с вами делать наш тюльпанчик. Для тюльпанчика я тоже будем делать наш стебелечек. Тюльпанчик мы уже делаем. Для тюльпанчика я тоже возьму стебелечка нашего, возьму проволочку, поделю ее пополам, чтобы стебелечек у тюльпана был, ну, такой, немножечко толще. Можно даже, девочки, не в два слоя, даже три, даже четыре слоя проволочки. У меня такая миллиметровая проволока. Для того, чтобы сделать ваш стебелек более толстым. У тюльпанчика все-таки, ну, стебель достаточно толстый. Я поэтому вам там в списке материалов писала, что можно либо проволоку взять, если есть толстая проволока, это вообще идеально, это вообще замечательно. Если нет, можно заменить шпажкой, либо специальной такой палочкой, да, для декора, которая используется, ну, в таких вот случаях рукодельных. Я покажу, как просто с обычной проволочки будем делать стебелечек, а вы уже смотрите, что у вас есть под рукой. Тоже немножечко закругляем краешки на наших проволочках, потому что мы сейчас на верхнюю часть нашего стебелечка будем прикреплять пестик. Немножечко закругляем для того, чтобы фольга кухонная, которую мы будем обматывать, верхнюю часть, она лучше держалась на вот этих петельках и не ездила туда-сюда. Вот, я сделала петелечки. Теперь фольга будет держаться намного лучше. Отрываем теперь небольшой кусочек фольги. Сейчас, девочки, две секунды. Берем фольгу. Вот, я по всей длине оторвала где-то полосочку шириной где-то до 5 сантиметров. Складываем ее пополам. И потом делаем такую полосочку где-то высотой 2 сантиметра. Вот такая полосочка. Теперь этой полосочкой обматываем наш стебелек, будущий стебелек. Можете для лучшей фиксации нанести немножечко стебелек силиконового, чтобы проволочка лучше держалась. На фольге. Все, теперь обматываем нашу полосочку из фольги вокруг наших проволочек. Пестик у тюльпанчика, вот, обычно он такой, достаточно широкий, ярко выраженный. Поэтому у нас он тоже будет достаточно такой толстенький. Вот, мы обмотали. Теперь аккуратненько, хорошо прижимаем. Вот так вот даже можно прокрутить, вот так вот между пальчиками, чтобы как можно туже прижать фольгу к нашему стебелечку. Вот, девочки. Вот так я прижала нашу фольгу. Это будет основа для нашего пестика. Так, девчоночки, смотрю в чат. Как вы там успеваете? И на это спрашиваю, как тонировать разводы, если тюльпан многоцветный? Если тюльпанчик многоцветный, но только, да, основная, основа у него светлый, там, желтый или розовый. Как мы тонировали на прошлом занятии нарцисс, точно так же на пальчик одеваете влажную салфетку, наносите пастель нужного цвета и аккуратненько так вот пальчиком по, ну, делаете, рисуете такие разводы. Либо с помощью масляной пастели. Там прямо мелком рисуете, вот так вот разводы, начиная от основания. Вот, от основания и так вот рисуете, рисуете разводы по всему лепестку. Бывает иногда вот, ну, не разводы, а бывает иногда вот именно краешек, да, бывает там вот желтый, сам лепесток желтый, а краешек у него более розовый. Либо наоборот, ну, такой бледно-розовый тюльпан, ну, его верхушка такая вот розовая, а нижняя часть, это она практически белая. Тогда берете белый фоамиран и просто с помощью так же влажной салфеточки верхнюю часть тонируете розовой пастелью. Вы уже, девчоночки, смотрите, какой у вас цвет. И наносите, наносите такой цвет. Дальше, девочки, мы наш вот этот пистик, нашу заготовку для пистика будем обворачивать с помощью оливкового фоамирана. Если нет оливкового фоамирана, можно светло-желтым фоамираном. Вот так мы приложим и обвернем вокруг нашей заготовки из фольги. Лишнюю часть мы потом просто обрежем. Делаем заготовочку высотой тоже 2 см по высоте нашей заготовки из фольги. И будем обворачивать, чуть-чуть делаем захват выше, чем наша заготовка из фольги. Чтобы потом было можно ее немножечко, эту фольгу, прикрыть. И наносим клей на краешек нашей заготовки, такого нашего прямоугольничка. Приклеиваем к нашей заготовке из фольги. И тут сверху сразу можем немножечко защипить. Обворачиваем вокруг. Смотрим, какая у нас часть лишняя. Лишнюю часть обрезаем. Стараемся так, чтобы у нас не было сильно большого нахлёста. Ну, чтобы наш пистик был более аккуратным. И вот этот краешек тоже фиксируем. Вот, обернули оливковым фоамираном нашу заготовочку. Сюда сейчас, в центр, я немножечко добавлю клеем. И вот эту серединку немножечко так вот защипим. И закроем, чтобы фольгу не было видно. Вот таким образом, девчоночки, я не знаю, вам хорошо ли видно. Вот так мы её защипили. Сейчас мы ещё сверху тут будем приклеивать рыльцы нашего пестика. Я для этих целей вас просила подготовить вот такую жёлтенькую круглую деталь. Не жёлтенькую, а оливковую. Но если вы будете делать пестик жёлтенький, тогда, значит, все детальки для пестика берите жёлтые. И сейчас мы будем складывать её, делать три складочки. Внимательно, девочки, смотрите. Защипываю с одной стороны. Вот, защипила. Защипываю с другой стороны. И третий защип, он как бы образуется сам собой. И у нас получается вот такое вот рыльце. Знаете, напоминает знак Мерседеса. Вот такие три палочки, которые смотрят в три угла треугольника. Сейчас я попробую показать вот таким образом. Деталь мелкая. Вот, девочки. Сейчас я буду наносить на эту детальку в центр клей и фиксировать её в таком положении уже с помощью клея. Вы мне напишите, девочки, понятно, как делать эту детальку, чтобы я знала. Сейчас я её склеила, потому что я её потом не расклею. Я покажу ещё раз. Защипываем с одной стороны. Защипываем внизу с другой стороны. И третий защип, он образуется сам собой. Но потом её просто дожмём, прижмём. И у нас вот образуется такой вот знак Мерседеса. Девчоночки, я гляжу в чат. Всё ли вам было понятно с этой деталькой? Пока комментарии не дошли, я немножечко подожду. Пока покажу ещё раз. Вот у нас был кружочек. Мы делаем защип с одной стороны, делаем защип с другой стороны. И потом дожимаем, когда у нас будет по центру клей, то сразу все эти защипы будут фиксироваться. И у нас получится такой вот значок Мерседеса. Как рыльца у настоящего тюльпанчика. Так, девчоночки, гляжу в чат. Наверное, дошли уже ваши комментарии. Пока ещё не дошли. Я подожду ещё немножечко. Так, девчоночки, я вот вижу, вы пишете, что не получается заходить. Я ещё, знаете, какую проблему проследила? То, что вы в отчётах не всегда пишите верно свой e-mail. Бывает, где-то в одной букве ошибётесь. И получается, я ваш отчёт подтвердила. Но ссылка на следующее занятие ушла на вот этот неправильный. А ещё знаете, какая, ну, как получается, взаимосвязь. Вы каждый раз, когда, ну, оставляете отчёт, вы вводите первые буквы своего e-mail. И программа запоминает, что вы уже были, такой e-mail, похоже, вводили. Она вам предлагает предыдущую версию вашего e-mail. Вы соглашаетесь и оставляете тот e-mail, который вы вводили в прошлый раз. Если вы в прошлый раз его ввели с ошибкой, то есть в этот же раз он тоже ведётся с ошибкой. Просто есть девочки, пишут, что они вот ни разу не получили ссылочку на занятие, постоянно вынуждены ко мне обращаться. И я так поняла, что это из-за того, что они ещё изначально, в первый раз неправильно указали ссылку. И каждый раз они эту ссылочку просто дублируют. Поэтому, естественно, письма не доходят на их реальный адрес, а уходят на этот нереальный, который они указали с ошибкой. Так, девчонки, вижу, всем всё понятно, умнички вы мои, молодцы. Всё, тогда я наношу клей, капельку клея в серединку нашей заготовки. Вот так вот нанесла. Работаем дальше быстро, чтобы склеить и сразу склеить правильно. Вот, я склеила. Вот такой значок Мерседеса у нас получился. Вот такое рыльце нашего тюльпанчика. И сейчас всё, что нам остаётся, это приклеить вот это наше рыльце на верхушечку нашей заготовки, нашего пестика. Капаем буквально капельку клея. Вот сюда, на верхушечку. Вот, нанесли клей. И приложили нашу заготовочку, вот это в виде значка Мерседеса. Вот таким образом. Вот мы с вами, девочки, получили пестик нашего будущего тюльпанчика. Ждём, когда хорошо зафиксируется наша вот эта маленькая деталь. Вот, силикон застывает достаточно быстро. С пестиком мы разобрались. Теперь мы будем к нашему пестику подклеивать тычинки. Тычинки, девочки, можете делать по принципу, как мы делали в прошлый раз для нарцисса. То есть вырезать полосочки тоненького фоамирана, да, где-то полмиллиметра два. И до половины нанести секундный клей и обмакнуть их в, либо, ну, в такой декоративный песочек, как я вам в прошлый раз показывала. Либо жёлтого цвета, либо тёмно-коричневого, либо чёрного, в зависимости от того, какой тюльпанчик вы делаете. Вы, когда будете смотреть на фотографию выбранного вами сорта, вы увидите, что у одних тюльпанов тычинки чёрные, у других жёлтые. У некоторых они такие коричневого цвета. Смотрите, какой характерен для вашего тюльпанчика. Ну, так вот приблизительно скажу, что если делаете светлый тюльпанчик, то у него обычно тычинки жёлтые. То есть у жёлтых тюльпанов, у розовых, у белых, у них тычиночки жёлтые. А у более тёмных тюльпанчиков, вот такие, как у меня, бордовые, красные, у них тычинки обычно чёрного цвета. Можете, если есть наличие, можете подготовить уже готовые тычинки. Вот у меня есть такие вот сахарные тычинки. И можно брать их. Конечно, было бы в идеале, чтобы они были полностью чёрные. Но ничего страшного, будут ниточки сами беленькие, а уже пыльники, пыльники, как у настоящего тюльпана, чёрные. Что ещё могу подсказать, девочки, в прошлый раз использовали для этих целей молотое кофе. Вот оно очень хорошо имитировало, оно только у тёмно-коричневого цвета, очень хорошо имитировало вот эту пыльцу. И вот тогда вы тоненькие полосочки фоамирана, предварительно смазывая в секундный клеем, обмакиваете в этот молотый кофе. И получаются очень замечательные, замечательные тычинки. И почему обмакиваем где-то половину полосочки, потому что тычинки у тюльпана достаточно крупные. Поэтому такие вот пыльники должны быть у них крупные. Девчоночки, я приготовила у меня такие двойные тычинки, поэтому я их складываю таким образом пополам. И так же буду по две штучки их и приклеивать. Наношу немножечко клея на основание нашего пестика. И подклеиваю наши тычинки. Стараемся наклеивать их равномерно. Ну, вокруг всего, вокруг нашего пестика, чтобы не было такого скопления с одной стороны, а с другой стороны нашего пестика углово. Поэтому стараемся так их приклеивать равномерно. Вот, я подготовлю остальные тычинки. Теперь наносим клей дальше по кругу. И приклеиваем следующие две тычинки. Немножечко жду, чтобы клей подостыл. И потом фиксирую, прижимаю немножечко наши тычинки. И вот еще осталось местечко для остальных тычинок. Вот, девочки, получилась у нас уже такая реалистичная серединка, сердцевинка нашего тюльпанчика. И сейчас мы уже будем подклеивать и лепестки. Так, гляну в чат. Так, пока вопросиков нет, пока всем все понятно. Это хорошо, девочки. Подклеиваем лепестки точно так же, как мы подклеивали для нарцисса. Сначала подклеиваем три лепесточка равномерно вокруг пестика. Это будет первый ряд лепестков. И второй ряд лепестков располагается между лепестками первого ряда. Вам, в принципе, эта процедура уже знакома. Я думаю, не составит труда. Наносим клей на основание нашего лепестка. И подклеиваем вот таким образом. Стараемся к основанию нашего пестика. Здесь, девочки, тоже, если вы хотите тюльпан такой более закрытый, значит, приклеивайте таким образом, чтобы он, да, вот практически там стоял вертикально. Если хотите тюльпанчик раскрывшийся, я хочу такой, чтобы он был полураскрывшийся, тогда я вот немножечко приклеиваю таким образом, чтобы он немножечко оттопыривался. И просто тюльпанчик приклеиваю сам лепесточек. Я его приклеиваю перпендикулярно к нашему пестику. Ну, насколько это возможно сделать. Следующий лепесточек. Основание у наших лепестков достаточно широкое, поэтому они будут немножечко идти внахлёст. Ничего страшного, не переживайте. Так, вот я подклеила второй лепесточек. И подклеиваем третий лепесток первого ряда. Вот уже оживает наш тюльпанчик. Первые три лепестка прикреплены. И теперь подклеиваем оставшиеся лепестки между лепестками первого ряда. И стараемся их подклеивать как можно, ну, ту же, ближе к первому ряду. То есть, чтобы они, ну, не начинались где-то, да, отсюда, чтобы они максимально были близко к первому ряду. Так. Вот такой тюльпанчик. Вот еще остался один лепесточек у меня. Мой тюльпанчик готов. Вот такой вот он у меня получился. Такой вот полураскрывшийся. И сейчас мы будем обворачивать стебелек. Левый пистолет нам уже не нужен. Его можно уже выключать и убирать сторонку. Так, девчоночки, сейчас я гляну в чат, как у вас дела. Олька спрашивает, пестия какой высоты, где-то 2 сантиметра, Олечка. Начинаем обматывать его тейп-лентой, наш стебелечек. Начинаем обматывать его с самого верху, от цветочка. И потом постепенно будем подкладывать к стебелечку и наши листики. Обматываем, прижимаем как можно туже нашу тейп-ленту. Немножечко ее стараемся натягивать, чтобы она туже ложилась. И второй ручкой, вот этими пальчиками, прям прижимаем хорошо тейп-ленту к проволочке. Вот где-то на таком расстоянии можно вложить первый листик нашего тюльпанчика. Вот таким образом приложили. Основание листика немножечко так обвернули стебелечек. И тейп-лентой прокручиваем тейп-ленту нашу дальше, но уже вместе с листиком. Чуть-чуть промотали. Ниже можно вложить следующий листик. И доматываем проволочку до самого конца. У меня она немножечко в разной длины, наши две полосочки я откусываю, чтобы стебелечек был одинаковый. Все, домотали до конца, тейп-ленту обрезаем и хорошо фиксируем. Вот такой, девочки, тюльпанчик у меня получился, такой раскрывающийся. Так, девчоночки, сейчас я перейду к вам. И если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Так, девчоночки, две секундочки. Сейчас я переключу камеру. Вот, я вернулась. Девочки, как у вас успехи, что у вас получается? Если вопросы, пишите, задавайте. Я с удовольствием отвечу. Инесса пишет, Мариночка, спасибо большое. Буду досматривать ночью, бегаю гулять с собакой. Весь искурился. Ну да, такое дело, если природа требует. Ничего, Инессочка, потом досмотрите в записи. Инесса пишет, мы так быстро не можем. Тоже ничего страшного. Если где-то что-то так быстро не получается, потом записи можно будет остановить, просмотреть еще раз. И потом доделайте. Главное, девочки, не затягивайте, потому что я уже сегодня создам альбомчик для ваших работ. И завтра в течение дня вы в этот альбомчик, пожалуйста, добавляйте свои лучшие работы. Ближе к вечеру я определюсь с лучшей работой, ну, с пятеркой лучших работ. И эти работы я по рассылочке своим подписчикам вышлю. Они из этих пяти работ уже помогут мне определить одного победителя. То есть завтра вечером я уже буду просить помощи у своих подписчиков. И в течение еще потом суток они будут голосовать за ваши работы. Чтобы просто ваша работа успела попасть до момента голосования. Ну, до того момента, когда я определюсь с пятерочкой лучших. Поэтому вам желательно завтра в течение дня. Ну, вот кто сегодня сможет, это вообще замечательно. Либо завтра до вечера. Давайте так вот определимся, до восьми вечера, да. Вы постарайтесь свою работу, одну свою лучшую работу добавить в этот альбом. Чтобы принять участие в этом конкурсе. И получить приз один из моих платных мастер-классов. Светочка пишет, у меня края что-то сильно закруглились. Но ничего страшного, Светланочка, не переживайте. В принципе, они у тюльпанчика, у лепестков, они действительно очень хорошо закругленные. У нас, конечно, так вот прям идеально не получится еще закруглить равномерно. Потому что мы же все-таки по кусочкам прикладываем к утюгам. И у нас все равно видно, да, вот эти участки такие. Ну, они не плавно закругляются. Так, девочки, если есть еще какие-то вопросы касательно мастер-класса, либо касательно вот этих конкурсов, я вот напомню, для тех, кто, может быть, присоединился чуть попозже, будет проводиться несколько конкурсов по окончанию нашего флешмоба. Ну, вот первый конкурс уже будет завтра стартовать. Я буду выбирать с помощью моих подписчиков одну из, одну самую лучшую работу. Для этого вам необходимо одну самую лучшую, на ваш взгляд, работу выставить в альбомчике. Альбом я сегодня создам в нашей закрытой группе. Ссылочку на этот альбом вы найдете на страничке с заданием. И одна из победителей в этом конкурсе, самая лучшая работа, будет достойна приза одного, один мой платный мастер-класс. Второй конкурс – это название лучшего ученика. Здесь я уже сама определю по таким параметрам. Тот, кто в первых рядах отчитывался, сдавал в первых рядах домашние задания, кто выполнял работу более качественно, максимально качественно, и кто лучше всего презентовал, то есть фотографировал и представлял свою работу. Вот по этим параметрам я буду выбирать лучшего ученика. И победитель в этом конкурсе тоже получит приз, один из моих платных мастер-классов. Третий конкурс – на лучший видеоотзыв. То есть вам всем обязательное задание – оставить отзыв по этому мероприятию. Если есть желание, можете оставить видеоотзыв, и он еще примет участие в этом конкурсе. Приз за этот конкурс очень-очень достойный. Это бесплатное участие в курсе мастер-классов по созданию реалистичных цветов из спамерана. Вот по той ссылочке, которую, баннер, на которую вы видите под видео. А вот этот участник, который оставит лучший видеоотзыв, удостоится чести бесплатно участвовать в этом курсе. То есть абсолютно бесплатно будет этот курс проходить. Вот, Рисочка уже справилась, умничка. У нее все получилось, молодчинка. Молодец. Умничка. Это что касается этих конкурсов. Но бонусы получат абсолютно все участники, которые пройдут все занятия и выполнят все задания. Все пять заданий. И сегодняшние включительно. Сегодняшнее задание, оно дополнено еще двумя дополнительными заданиями. То есть оставить видеоотзыв. Не видео, а любой отзыв, какой вы посчитаете нужным. Либо текстовый, либо видео. Это уже на ваше усмотрение. И еще ответить на вопросы в анкетке. Вот, когда вы выполните все эти задания, вы будете считаться финалистом. И все финалисты получат от меня также один платный мастер-класс. Даже не один, но он состоит из трех. Трех мастер-классов. Такой курс, мини-курс. Светланка пишет. Эх, мне нигде не светит. Ну почему, Светланочка? Вы зря так думаете. Попробуйте обязательно принять участие во всех конкурсах. Ну, по второму конкурсу название лучшего ученика я уже буду выбирать самостоятельно. По вашим отчетам буду смотреть. Название лучшей работы вы можете очень даже легко принять участие, выставить одну из своих лучших работ. И в конкурсе на видеоотзыв вы тоже можете себя попробовать в этом конкурсе. Немножечко потренироваться перед камерой, написать заранее отзыв на листике, немножечко проговорить его несколько раз перед зеркалом. Да, и потом записать на камеру. Так, Олечка пишет. Буду искать фото белого тюльпана, застряла серединкой. Олечка, да, я тоже рекомендую, когда делаете цветочки с вами рано, если вы хотите, чтобы они были более реалистичные, лучше найти фотографии прототипа. Так, девчонки, что за пессимизм? Нет, так же. Нет, девчонки, обязательно пробовать надо, обязательно участвовать надо. Если вы не будете пробовать, то, естественно, конечно, и ничего не получится. Но попробовать обязательно стоит. Так, Олечка пишет. Царские подарки. Ну да, девчонки, вы у меня такие самые-самые усердные ученицы, самые старательные. Поэтому, конечно же, мне хочется вас и за вашу работу отблагодарить. Ну и, конечно же, я буду рада дальше с такими ученицами продолжать обучение. Так что буду рада, очень буду рада видеть вас на продолжение обучения, на уже платном курсе мастер-классов. Так, Лидочка пишет, что пришлось отвлекаться. Что же ночь впереди? Буду доделывать. Ну, вы, девчонки, у меня все-таки уже мастерицы, у вас все-таки навыки работы уже с фоамираном есть. Так что я думаю, что вы легко справитесь с последним заданием. Светочка пишет, а мне свой тюльпан не нравится. Взяла светло-желтый и красным сделала тонировку. И мне не нравится, буду сейчас что-то переделать. Ну, вы, девчоночки, смотрите, конечно, я пока вас же в цветочках не вижу, но я вот заметила, мне когда девочки пишут в отчетах, ну вот сделала, потому что надо отчитаться вовремя, но мне мой цветочек не нравится, он и такой, и всякой, и кривой. Я когда смотрю, ну я вижу, что цветочек действительно достаточно приемлемый, даже бывает иногда достаточно красивый. Поэтому вы к себе очень строго относитесь или прибираетесь своим работам. Вы у меня все большие умнички. Все, кто дошли до финала, все, кто выполняли все задания, вы большие-большие умнички. Я вами очень сильно горжусь. Так, Мариночка пишет, не ожидала, что тюльпан для меня будет самым трудным. Ну да, тюльпанчик я, в принципе, так и оставила. Напоследок он достаточно сложноватый цветок с одной стороны, с другой стороны немножечко легче работать, потому что детали более крупные, ну не считая пестика. Остальные детали все-таки покрупнее. Это не цветочки ландыша, не цветочки гиацинта. Немножко в этом плане легче. Ну, вы тоже не переживайте. Это как бы ваш первый опыт задания тюльпана. В следующий раз будет еще лучше, еще легче. Так что вы не расстраивайтесь. Никогда не расстраивайтесь. Главное, никогда не опускайте руки. Творите. Я уже заметила, те девочки, которые, ну, все равно, у них не получается, они все равно пробуют еще раз, еще раз, еще раз. Вот такие ученики действительно достигают высоких результатов, которые не бросают на полпути, работают, работают и дальше продолжают совершенствоваться. Я поэтому, в принципе, систему обучения такую продвигаю, да, вот курс дальше, который будет продолжаться на следующей неделе, он тоже построен на такой системе, где надо будет после каждого задания отчитываться, и он так вот стимулирует, да, пока не выполнишь первое задание, не получишь следующее задание, стимулирует на достижение результата. То есть если у вас там руки опустятся, и вы бросили, да, вот вы приобрели мастер-класс, посмотрели, там, начали даже, может быть, что-то делать, но что-то не получилось, бросили, а, ну, сделаю как-нибудь, когда будет настроение. Здесь такое не пройдет, обязательно надо будет выполнять задание, и тогда вот будут действительно результаты. Потому что, ну, я и по себе знаю, ну, и даже вот просто знаю женский характер. Обычно, когда что-то откладывается на потом, это обычно уже никогда. Поэтому, девчоночки, надо работать и никогда не опускайте руки. Вы все большие умнички. Вот те, кто дошли до этого задания, те, кто вообще пошли на этот флешмот, значит, вы все уже такие вот умнички, друженицы, все пчелки. Потому что все лентяи, они на этот флешмот не пошли. Они испугались от этих обязательных заданий, испугались от такой вот работы в таком темпе. Они сюда просто не пошли. Вы все большие умнички. Вот, Светочка пишет, для меня ландыш самый трудный. Ну, очень мелко, да. Ландыш, это такое было испытание для многих, я знаю. Так, Светочка пишет, корявенько получилось. Ничего, Людочка, будет желание, можете переделать. Сделать еще лучше. Ну, я уверена, что все равно на тюльпана должна быть похожа. Галиночка пишет, Мариночка, спасибо, нам очень приятно у вас учиться. Человечки, мне тоже приятно очень с вами общаться. Я вот, когда веду такое живое общение, вот я как-то даже заряжаюсь. Я сегодня немножко поймала даже себя на мысли, что, получается, мы с вами встречаемся через день. И я в это время тоже вместе с вами творю, да, делаю цветочки. И мои домашние, все мои три сыночка и самый младшенький, наверное, мой муж, они знают, что меня в этот момент отвлекать нельзя, но прямая трансляция идет, папа занимается детками. И я вот поняла, что у меня вот эти полтора часа свободы. То есть в другое время, когда я там что-то, ну, занимаюсь, делаю цветы, там, или вот работаю в компьютере, то, ну, все равно, как дети, они же подбегают практически каждые пять минут, дергают кому-то что-то надо, кто-то просит краски, кто-то просит бумагу, кто-то просит пить, кто-то просит есть. И постоянно такое, да, идет дергание мамы. А вот эти полтора часа, это такие вот полтора часа свободы, когда я могу заняться творчеством, непосредственно еще с такими же однодумцами, с такими же творческими людьми пообщаться. Так что для меня это тоже было, ну, очень интересно, получила массу позитива. И вот поэтому такую систему обучения я буду дальше продолжать, буду дальше продвигать. И очень буду рада видеть вас, девочки, на других своих мероприятиях, на других своих занятиях. Так, девочки, если есть еще какие-то вопросы касательно сегодняшнего занятия, либо вот этих организационных моментов, которые я сегодня оговаривала, для девчонок, которые присоединились попозже, можете перейти по баннеру, ознакомиться с моим предложением. Сегодня, завтра и до пятницы действует скидка только для участников флешмоба. Для всех остальных она не действует. Скидка на этот курс. Если вы приобретаете курс по частям, тогда вы можете ввести код скидки 500, и автоматически сумма вашего заказа уменьшится на 500 рублей. Если вы заказываете не отдельно какую-то часть, а заказываете весь курс целиком, тогда для вас скидка 1000 рублей. Вводите код, вводите купон скидки 1000, и ваша сумма автоматически становится на 1000 рублей меньше. Девчонки, только на эти два дня до пятницы эта скидка действует, и только для вас, для моих учениц. Так что, девчоночки, если кто-то решится идти со мной дальше обучаться, кто-то серьезно настроен, хочет продолжать обучение, очень такое перспективное направление. У меня знакомая, практически подружка. Еще на девочке секунду. Экран выключился. Тоже спикер. Она развивается, ну, развивалась по теме Fiamirana. Не буду называть ее имени, но это достаточно такая известная была спикер. Сейчас она немножечко такую свою преподавательскую деятельность приостановила. Сказала, что все-таки создавать именно цветы и продавать. Намного выгоднее, чем обучать. Поэтому, ну, действительно, очень востребованное направление, особенно в свадебной флористике, да, там, изготавливать из таких вот цветов, ну, можно практически всю атрибутику свадебную, начиная от бутоньеров, повязочек для подружек-невест, ну, соответственно, украшения для самой невесты, для прически, тоже на ручку, букет для невесты, декорировать бокалы, декорировать шампанское, подсвечники, ну, практически всю свадьбу можно декорировать цветами и фамираном. Ну, и плюс, что это все-таки работа ручная, естественно, она оценивается достойно. Еще с учетом, что это свадебная тематика, вы знаете, что все свадебные аксессуары, там, те же платья и туфли, они стоят намного дороже, чем обычные туфли и платья, ну, на, просто в магазинах. Поэтому и цены здесь соответствующие. Если вы решитесь немножко развиваться в этом направлении, как бы в виде дополнительного заработка, либо основного, тогда, конечно же, ну, лучше обучаться, обучаться уже более серьезным техникам на курсах. Так, Аллочка пишет, я с большим удовольствием выполняла домашние задания, Вариночка, вы очень хороший учитель. Все понятно, объясняете. У такого учителя грех не научится. Спасибо, Аллочка, спасибо вам большое. Так, Валечка пишет, спасибо, будем трудиться, будем стараться. Умнички вы мои. Девчоночки, если нет вопросов, ставьте минусы. Я тогда буду вас отпускать. Если есть, тогда пишите вопросики, я с удовольствием отвечу. У нас сегодня так много было таких организационных моментов. Ну, просто те, кто будут, девочки, смотреть записи, чтобы они до пятницы еще могли ознакомиться с этим, со всеми этими моментами, не пропустить участие в конкурсах, в бонусах. Я даже наблюдала такую картину. Некоторые девочки до пятого задания дошли. Ну, как бы по пятому заданию решили уже не отчитываться. Ну, как бы дальше продолжения, по идее, нет. И упустили возможность получить бонусы, потому что все участники, все финалисты потом тоже получат бонусы. Не обязательно выигрывать в конкурсах, вы все равно все девочки получите от меня подарок. Так, Лидочка пишет, Мариночка, спасибо за ваши уроки и поддержку. Так, девчоночки, вам большое спасибо за участие в этом мероприятии. Я подожду еще пару секунд. Если нет вопросов, вы поставьте мне минусы, чтобы я не ждала. Тогда я буду знать, что вопросиков нет. Так, Светланочка пишет, Мариночка, спасибо большое, буду еще работать на тюльпанов, а то стыдно. Да, Светланочка, вы главное, ну, сильно себя тоже не грызите, не надо доводить прям до совершенства. Не боги горшки обжигают, ничего страшного, это ваши первые опыты. Обязательно в каждом разом будет получаться все лучше и лучше. Я в этом уверена. Я просто даже вижу по вашим результатам. В течение флешмобок, ну, очень много красивых, очень красивых таких вот цветов, красивых работ. Девчоночки, у нас сегодня чат немножечко тормозит. Вот, вижу первые минусы. Вот, пошли минусы. Хорошо, девчоночки. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу, за сегодняшнее общение. Если еще появятся какие-то вопросики, я потом увижу в чате, я на них обязательно отвечу. Или можете мне писать на e-mail, либо в ВКонтакте, я обязательно всем постараюсь ответить. Я тогда вас жду на нашем итоговом занятии в пятницу в это же время, в 8 часов вечера. Мы будем подводить итоги, будем объявлять победителей и награждать их призами. Лариса пишет, что в сутках только 24 часа, да, Ларисочка, к сожалению. Хотя, когда приходит время отдыхать, думаю, как хорошо, что Боженька придумала ночь. Можно немножечко отдохнуть, потому что, наверное, больше, чем вот световой день, до вечера мы бы просто физически не выдерживали, если бы были сутки в 48 часов. А так, да, хорошо бы найти этот магазин, где продаются время. Ну, у всех-всех, а всем одинаковые условия. Хорошо, девчоночки, я вас жду в пятницу. До встречи на следующем итоговом занятии. Всем пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»